Успешные контрнаступательные операции проводят украинские войска по всей линии фронта. Освобождают города и села на востоке и юге страны. Следующий материал как раз из Херсонской области. Его сняли мои коллеги с военного телевидения Украины. Журналисты пообщались с бойцами на передовой, а те показали, как россияне трусливо бежали, бросив даже белье. О ситуации на Южном фронте смотрим далее. В основном ситуация стабильна, под нашим контролем, так сказать. Фосфором насыпают так. Очень агрессивно используют кассеты. 152-й, Саушки, Грады. Так, ну, вот с пехотой у них не получается, они убегают. Убегали так, что аж трусы позабывали. Удалось занять позицию. Было много решительных действий, когда пошли, так сказать, россияне. Так сказать, русня. Чтоб сильно не материться. Вот так здесь жили. И они окопались очень долго, мы пытались их отсюда выбить. Наконец-то выбили. И пойдем дальше. На Херсон пока что, а там уже дальше на Крым. На данное время они и сейчас круглые сутки практически обстреливают. Ну, соответственно, получают сразу в ответ. Уверенно, уверенно идем вперед. У нас есть один командир, он говорит все время в рацию. Пацаны, вперед, вперед, вперед. И все так и делают. Я не знаю ни одного человека, который там написал какой-то отказ или убегал, или еще что-то. У нас такого даже не было. Ну, уничтожали какие-то квадрокоптеры. Ну, такое несерьезное. А вот удалось буквально уничтожить вражескую вертушку. Вылетела группа вражеских вертушек. Мы вышли, заняли позиции. Вылетела на выстрел. Четко было видно. Мы сделали пуск и попала одна. Вторая не успела и ушла. Именно из этой трубы мне удалось сбить вертушку вражескую. Это я оставил себе на память трубу.